В мемориальном доме музея Ленина помнят и чтут память тех, кто жил когда-то в этом доме. В юбилейный 145-й день рождения Марии Ильиничной Ульяновой сотрудники музея специально для нашего канала провели экскурсию. 18 февраля 1878 года в Симбирске на улице Покровской родился последний ребенок в известной демократической семье Симбирской Ульяновых. Звали ее Мария. Ее назвали в честь Марии Александровны Ульяновой, матери многочисленного семейства. Она была последней среди шестерых детей. Мария, или как ее называли в семье до самой старости Маняша, очень любила своего старшего брата Владимира и всегда брала с него пример. А позднее стала его главной помощницей в революционной работе. Он был старше Марии на 8 лет и всегда опекал младшую сестренку. Именно он и придумал ей ласковое прозвище Маняша. Также иногда Владимир дразнил ее медвежонкам и мимозой. Впоследствии эти детские прозвища станут революционными псевдонимами Марии Ильиничны. В 1900 году Владимир Ильич уехал в эмиграцию. И за рубежом он создает печатный партийный орган «Искра». И вот Мария Ильинична приезжает в конце 19 века за границу и продолжает там еще к тому же образование. Она оканчивает Сарбонский университет. Она прекрасный знаток французской литературы и французского языка. То есть официально ее образование – учитель французского языка. Мария Ильинична прославилась в истории советской страны тем, что была отличным журналистом. Она являлась не только агентом «Искры», много лет была членом редакции и ответственным секретарем главного печатного органа большевиков газеты «Правда». В 1930-е годы возглавляла Объединенное бюро жалоб Народного комиссариата Рабочей крестьянской инспекции СССР. Мария Ильинична очень уважали в советской стране. Ей давали различные почетные звания. Например, в нашей симбирской губернии ей дали звание «Почетный спасатель на водах». Вот это да, как бы это ни было забавно, но это так. Она имела звание «Почетного шахтера», «Почетной ткачихи». И вот тоже мало кто знает, ведь она была организатором уникального института. Это институт Рабселькоровцев в СССР. Мария Ильинична в 20-30-е годы приняла самое активное участие в создании мемориальной экспозиции «Дома музея Ленина». Она лично передала много подлинников экспозицию музея. В частности, шкатулку, которая находится в комнате Марии Александровны Ульяновой, сундук няни Варвары Григорьевны Сарбатовой, который перешел ей в наследство. В последний свой приезд в Ульяновск в 1936 году Мария Ильинична оставила отзыв в книге отзывов посетителей «Дома музея Ленина». Сейчас он бережно хранится в фондах Ленинского мемориала. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.